Добрый день всем! Еще раз прошу прощения за опоздание. У нас сегодня при этом очень, конечно, интересная тема, которая вызвала такой реальный интерес многих. И, конечно, у нас задача, которую мы изначально поставили перед комитетом, который занимается у нас природными богатствами, это, прежде всего, повысить эффективность их использования. Но что мы для этого делаем? Мы для этого и занимаемся исследовательской деятельностью, мы для этого предлагаем различные изменения в законодательство, смотрим, каким образом это работает или не работает, вносим поправки. Но понятно, что основное, что привлекает в наших природных богатствах, это, наверное, конечно, надо начинать все-таки с природы. И вот если мы недра используем хорошо, мягко говоря, древесину, тоже неплохо, то вот сама по себе природа, это колоссальный ресурс страны, он на самом деле у нас, в общем-то, не используется. Какие у нас есть возможности для того, чтобы, так сказать, исправить ситуацию? Ну, у нас есть, это, наверное, самое главное, нацпроект, национальный проект «Экология», который разработан уже, он включает в себя целый ряд больше десяти федеральных проектов. И есть очень много целевых показателей, которые, так или иначе, они должны вызывать, так сказать, интерес с нашей точки зрения и обсуждение. Но вот в качестве примера, у нас в проекте есть такой целевой показатель увеличить количество человек, которые должны посетить особо охраняемые природные территории, на 2 миллиона человек. Ну, сам по себе, наверное, целевой показатель интересный. Вопрос, зачем нам 2 миллиона человек плюс в особо охраняемых природных территориях? Ну, наверное, это не просто так, мы не просто хотим их всех загнать, чтобы они прошлись туда-сюда и вышли из особо охраняемой природной территории. Наверное, есть всё-таки за этим какие-то задачи, да, всё-таки, в том числе и важные очень, это пополнение бюджета за счёт использования таким образом природных наших богатств. Бюджета для чего? Чтобы, опять же, сохранять и приумножать наши природные богатства. И сегодня мы давайте обсудим разные вопросы, связанные с тем, каким образом направление особо охраняемых природных территорий, охоты, рыбалки можно было бы использовать для того, чтобы вот эта эффективность использования природных ресурсов наших и на возросла. Какие нормы законодательства требуют для развития, вот сегодня мы будем обсуждать, да, у меня большая просьба сказать не просто, какие у нас есть возможности. Все мы понимаем, что эти возможности очень надо реализовывать, исходя из законодательства. Что мешает, да, в нашем законодательстве, при том, что, конечно, безусловным условием и приоритетом этой деятельности, любой деятельности в сфере природопользования должно являться сохранение и приумножение наших природных богатств. Мы сегодня решили остановиться прежде всего на двух темах, это рыбалка и охота. И здесь у нас есть тоже масса, собственно, примеров, которые послужили поводом для того, чтобы сегодня собраться. Ну, что касается рыбалки, мы сейчас активно обсуждаем законопроект о любительском рыболовстве, мы уже так подходим к завершению этой работы. И вот здесь у коллеги из некоммерческого партнерства, которые занимаются, например, целым направлением развития рыбалки по принципу «поймал-отпустил». Да, это, так сказать, важно, это как раз один из примеров такого использования очень правильного. Почему? Потому что тот же самый таймень, рыбаки меня поправят, он не то что один на энное количество километров. Поэтому если его поймал и съел, то, соответственно, много лет еще таймень там не образуется. А вот поймал-отпустил, это, соответственно, другой вопрос. Вот очень интересные у нас цифры по охоте, я надеюсь, что сегодня тоже обсудим. Ну вот я был недавно, буквально на прошлой неделе в Белоруссии, 2017 год, там 4000 человек приехало для проведения вот такого турне, на охоту приехало из-за рубежа. За этот же период у нас, на всю страну, у нас порядка 500 человек приехало. Ну, даже сравним возможности. При этом вот интересные цифры, вот у меня здесь есть, что когда была ограничена весенняя охота на бурового медведя на Дальнем Востоке, значит, понятно, что поток туристов упал, а вот в 2014 году там же, на этой же территории, 140 медведей было просто отстреляно в рамках регулирования численности. Ну, как бы, логика где, да, то есть можно было бы это использовать, а вот если посчитать даже по тем ценам, которые у нас в стране, это мы потеряли порядка 36 миллионов рублей. Ну, вот просто так, за счёт того, что принимали такое решение. Поэтому у меня есть предложение какое-то. Давайте мы обсудим, что нам мешает, что нам нужно сделать для того, чтобы всё-таки вот такую природу нашу использовать не только рыть, рубить, да, но и использовать её естественные возможности. И давайте тогда построим таким образом. У нас есть представители правительства, это Надежда Сергеевна Нестерова, Минприроды, ну, я говорю, исполнительная власть в целом, и Алексей Александрович Бардин, заместитель начальника, начальника, у вас очень длинная, ну, в общем, Ростуризм, у вас очень длинная должность, но вы занимаетесь, я так понимаю, как раз анализом туристического рынка, статистикой, можете нам дать картину. Давайте вот мы начнём вот с двух вот этих ваших сообщений, что делает и Минприрода, и Ростуризм в этом направлении именно, а потом обсудим, что нам не хватает и что мы можем сделать. Хорошо? Пожалуйста, кому слово? Надежда Сергеевна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Экологизация общественного сознания в наши дни ведёт к тому, что экологическая обстановка служит одним из главных критериев выбора места и формы отдыха. Эта тенденция проявляется в росте востребованности особо охраняемых природных территорий, как объектов приориентированного и экологического туризма. Понятие природоориентированного туризма объединяет разнообразные экологические формы путешествий, включая экологический туризм. Концепция развития систем особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года предусмотрена развитие познавательного туризма как одного из специализированных видов экологического туризма. Майским указом президента Российской Федерации определены основные цели и задачи социально-экономического развития Российской Федерации, среди которых задачи по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках. Эту задачу мы планируем решить в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма», входящего в состав национального проекта «Экология». Несмотря на различие понятия экотуризма в разных странах, анализ международного и российского опыта позволяет выделить целый ряд общепринятых ключевых характеристик экологического туризма, которым, помимо путешествия в границах ОПТ и дикой природы, относится направленность на сохранение и развитие местных форм хозяйствования через вовлечение местных жителей в туристическую деятельность, возможность участия туристов в решении местных экологических проблем, уважения к местным традициям и культуре и стремления к их познанию. Федеральным законом об особо охраняемых природных территориях установлен режим особой охраны территорий, государственных природных заповедников и режим особой охраны... Вы меня простите, можно я вас перебью? Да. Это очень важно то, что вы говорите. Вы нам просто расскажите, что делает Минприрод. У вас есть какие-то примеры? Программы мы все читали, у нас были парламентские слушания, мы все это знаем, целевые показатели, все это... На практике. Вы что-то сейчас готовите с точки зрения законодательства, с точки зрения дополнительного финансирования, каких-то идей, да, там, вот что-то вот по сути? Тогда на федеральном проекте, наверное, не буду останавливаться, поскольку я знаю, что и вчера в том числе там были слушаны по этому поводу. Там, да, один из блоков федерального проекта, он составляет развитие экологического туризма на ОПТ, и, безусловно, он предусматривает финансирование. Вы хотите деньги взять с посещения ОПТ, брать, или как? Вот зачем 2 миллиона человек, зачем 2 миллиона человек в целевом показании, что мы от них хотим? Вот 2 миллиона человек вы хотите привлечь дополнительно на особо охраняемую природную территорию? Она же не знает, там больше, там 10 миллионов стоит. Ну, тем более, зачем, ну, плюс 2. Ну, да, более, более 2, хорошо. Задача стоит развивать территорию, ознакомить население с нашими богатствами, показывать природу, прививать людям... Здоровая... Здоровая... Зрешите, пожалуйста, как коллега в дискуссиях... Нет, извините. Хорошо. Надежда Сергеевна, мы тогда попросим вас еще прокомментировать потом, да? Да, конечно. Алексей Александрович, у вас, так сказать, общая картина, я так понимаю, есть, это рост туризма, что сейчас, вот какая стартовая позиция, да, вот что вы видите с точки зрения того, вот что нам не хватает? Ну, раз уж мы договорились нас с проектом не обсуждать, да, мы там с коллегами совместно участвуем. Кроме этого, нам разработана новая федеральная программа, начало реализации с 2019 года, и там выделено 5 приоритетных видов туризма, культурно-познавательный, оздоровительный, в том числе экологический. И в рамках вот этого приоритетного направления выделена особо байкальская природная территория, 10 мая у нас проведен отбор проектов по реализации инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров. И отбор прошли два проекта, один из Республики Бурятия и один из Иркутской области. Ну, то есть это, если можно, я не хочу обойти стороной нашу богатую родину, но все-таки Байкал – это одна из экологических таких жемчужин природных, поэтому два проекта приоритетных, они вошли, то есть по линии нашего ведомства развитие туризма, в том числе экологического, предполагается посредством реализации вот этих инвестиционных проектов. Но в этой программе есть ли какие-то, вот все, что мы слышим на самом деле, это сейчас, это некие слова «экологический туризм», я это представляю, наверное, так, так что ты ходишь и наслаждаешься, так сказать, окружающей действительностью. А вот у нас же очень много людей активно, они занимаются охотой, рыбалкой. Вот вы рассматриваете в рамках вот нашего сегодняшнего круглого стола, мы тему это поднимаем, вы рассматриваете только экологический туризм как некая вот прогулка на природе, или все-таки взаимодействуете с Минприродой и с Минсельхозом относительно развития вот таких вот рекреационная рыбалка, предоставление услуг, создание инфраструктуры для охоты. Или это нет сейчас в вашей повестке? Этими вопросами мы начали заниматься с коллегами из Минприроды на заре подготовки национального проекта. Ну, как вы сказали правильно, с точки зрения, допустим, корректировки законодательства существующего, сейчас такого термина в законодательстве не существует, как экологический туризм. То есть его нужно определить, поместить в какие-то рамки его, какую-то методологию разработать, что снизит антропогенную нагрузку на природные ресурсы, позволит нам бережно относиться. То есть, и опять же, те люди, которые, допустим, пользуются услугами, реализуемых в рамках будущего ФЦП-кластера, допустим, Байкал, это просто объект показа. Такой глобальной, да, такая аттракция, ради которой люди едут. Ну, то есть пока правительство, давайте мы зафиксируем просто, что пока правительство практических шагов по развитию вот таких вот рекреационных видов рыбалки, предоставления услуг, в том числе и туристических, которые задействуют сферу охоты, в общем-то, не работают. Но здесь вопрос рационального природопользования. То есть нам здесь нужно рост рыболовства. Спасибо большое. Давайте тогда смотреть, что же нам нужно сделать, чтобы все-таки исправить вот такую ситуацию. Значит, мы зафиксируем, что это нет. Сергей Владимирович Сестрыжемский, я хотел обратиться к вам. У вас колоссальный опыт, и вы посетили огромное количество стран. И понятно, что вот, когда попадаешь в какую-то страну, неважно, даже любую практически европейскую страну, огромное количество проектов, связанных с тем, что ты можешь пойти или поехать, посмотреть на диких животных. Ну, далеко ходить не надо, как я уже говорил, там охота, например, это Белоруссия, да, и так далее. Вот я хотел бы вам слово предоставить. Может быть, вы поделились бы вот таким вот опытом, и что нам необходимо сделать. Пожалуйста. Николай Петрович, спасибо большое за эту честь, за приглашение. Я по образованию и по своей основной работе дипломат, прошу вашего разрешения не быть дипломатичным сегодня, поскольку сама тема, она очень острая. Я бы сказал, даже, эта тема практически не существует, что я подчеркнула два содержательных выступления коллег из Минприроды, потому что это очевидно совершенно, что говорить-то не о чем. Если мы возьмем состояние охоты туризма в стране, то для такой страны, как Россия, вы правильно сказали, пример Белоруссии, очень хороший. Я сейчас добавлю еще кое-что. Говорит о том, что стыдно говорить о России, как туристической страны для охоты и рыбалки. Ну вот, 2014 год, 321 человек посетил Россию, как охотник. 2015 год, 404. В прошлом году целых 539 человек побывали здесь. Но это все на уровне статистической ошибки, если говорить вообще языком цифр. Из них, наверное, три четверти, Татьяна Сергеевна, наверное, лучше знает, но вот по моим данным, три четверти ездят на Камчатку и Курганскую область, которые привлекают. Если не половина. Да, то есть больше половины. А остальные вообще лишены такого удовольствия лицезреть иностранных туристов, охотников. При этом возьмем, ну, Венгрию, Чехия, ну, по моим оценкам, где-то там от 15 до 20 тысяч туристов в год. В Венгрии только на продаже лицензий для туристов, иностранных охотников зарабатывает от 80 до 90 миллионов евро каждый год. И там очень хорошо относятся бережно к природе в Венгрии. Чем меньше страна вообще, тем бережнее относятся к природе. Вот. Возьмем такого партнера Российской Федерации по БРИКС, как Южноафриканская Республика. В год 10 тысяч иностранных охотников бывает в этой стране, которые оставляют от 900 миллионов до 1 миллиарда долларов в год. Это только иностранные и только трофейные охотники. Я не беру охотников мясного направления, это местные охотники, как правило. И вы знаете, к большому удивлению многих экологов и антис, как говорят на английском языке, это противников охоты, количество зверей не уменьшается, а увеличивается. Если 40 лет назад в Южноафриканской Республике совокупное стадо всех диких животных составляло полмиллиона зверей, все звери в дикой природе, сегодня это больше 20 миллионов. При том, что каждый год, повторяю, 10 тысяч иностранных охотников, только иностранных охотников отстреливают сотни животных. Тут можно дальше развивать, почему это происходит, но вопрос сегодня все-таки уже. Это туризм и, видимо, доходы от него в бюджет. Можем взять Намибию и другие примеры, но все это говорит о том, что там, где серьезно занимаются развитием туризма охотничьего и рыболовного туризма, там потрясающая отдача и в социальной сфере, и в финансовой сфере, наполнение бюджета, рабочие места и так далее. Потому что в Южноафриканской Республике, дай Бог памяти, количество рабочих мест в охоте составляет на сегодняшний день 150 тысяч человек. Это все тоже идет на обслуживание иностранных туристов. Поэтому я считаю, что вы очень вовремя подняли этот вопрос, потому что, в принципе, это маленькая капелька в той такой большой теме, как охота, как отрасль экономики. Но в этой маленькой капельке проблемы многие очень хорошо отражаются. Одна из главных проблем, которые мы видим в нашей стране, это проблема ввоза оружия иностранными охотниками. Острейшая тема. Потому что на международном рынке существуют специализированные компании-посредники, так называемые аутфитерские компании, которые на международных ярмарках, а также на других площадках заняты тем, что ищут платежеспособных клиентов для своей страны. У нас есть такие компании, которые за 20-25 лет заслужили большую международную репутацию. Это, скажем, Профиханк, Айбекс, но есть и другие компании. Но проблема наших коллег, работающих в этой компании, состоит в том, что они могут находить охотника за рубежом. И они это делают. Но это исчисляется, к сожалению, десятками. Что нам нужно? Нам нужно решить проблему с ввозом оружия иностранными охотниками в страну. На данный момент аутфитерские компании не могут это делать, потому что они не являются охотпользователями. Не являясь охотпользователями, у них нет охотсоглашений. А если у тебя нет охотсоглашения, то ты не имеешь права оформлять ввоз оружия для иностранного охотника. Следовательно, надо внести поправки в федеральный закон 1996 года об оружии, который на сегодняшний момент запрещает это делать. И Росгвардия, естественно, отвечает, что вы не имеете этого права. Сразу же исчезает интерес к охоте в России. Второй вопрос, который не решен, это вопрос о легализации аренды оружия в стране пребывания. Этот вопрос тоже не решен. На данный момент, скажем, я сегодня вечером улетаю в Узбекистан на охоту. Я оружие арендую на месте, для того, чтобы просто не тратить время на все эти формальности. В Узбекистане я могу арендовать оружие, как иностранный охотник. А иностранный охотник Узбек, приехав в Россию, не может этого сделать. Ну, понятно, да? Вот, еще один момент, очень важный. В рамках Еврозес я считаю, что необходимо ввести унифицированная форма для всех стран, которые входят в Еврозес, которая позволяет перевозить охот оружие без специального разрешения. Причем в уведомительном порядке. Охотничье оружие. Я только про охотничье оружие говорю, ни в коем случае не о террористическом оружии. Вот, только охотничье оружие. Вот, поэтому мы возьмем пример Европейского Союза, где давно решили эту проблему, путем введения унифицированного документа, формы, для всех 27 стран, которая в уведомительном порядке. Вы просто уведомляете о том, что вы перевозите оружие в ту или иную страну, и вам не нужно ничего оформлять. То же самое можно сделать в Еврозес. Это была бы прекрасная инициатива со стороны Государственной Думы. Еще один момент. Я размышлял тоже над этой темой, которую сегодня вынесли на обсуждение. Это облегчение допуска иностранных охотников на территорию Российской Федерации. У нас блестяще прошел чемпионат мира по футболу. Почему бы нам не использовать такую замечательную форму, как паспорт болельщика, который был выдан там 700 тысячам иностранцев. Ну уж почти с миллионом справились, а с 500-ми-то справимся, наверное, если будет даже побольше. Но мы надеемся на больше. Да, ну, легка беда начала, да? Поэтому это было бы очень здорово для начала тоже иностранным охотникам предоставить такую льготу. Я думаю, Министерство иностранных дел поддержало бы хотя бы года на три, с тем, чтобы аппетит разжечь у людей. Паспорт охотника. А? Паспорт охотника. Да, совершенно верно, да. Охотничий велет иностранный охотника. У меня еще круга кампфель. И еще один момент. У вас сейчас находится, по моей информации, на рассмотрении вопрос о легализации охоты с луком. Категорически поддерживаю, потому что в разы увеличится количество иностранных охотников, которые будут пребывать в Россию. Недавно был в Канаде охотился. В одной провинции страны, Альберта, Николай Петрович, зарегистрировано 14 тысяч охотников с луком. То есть на сегодняшний день это абсолютно новый модный тренд, который набирает силу во всех странах мира. Кстати говоря, экология здесь просто на первом месте. И если мы разрешим ввоз, во-первых, легализуем охоту с луком и разрешим ввоз лука в страну, то мы получим очень хороший результат. Ну, пожалуй, вкратце вот эти темы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо абсолютно конкретно. Но вы знаете, вот когда вы говорили, у меня мысль, вот, значит, о чем. Вот, ну, можно не повторяться, а только то, что не хватило. Но вот есть проблема вот какая. Дело в том, что представьте себе лес. Ну, понятно, что наши просторы это как бы огромные, и там меньше шансов пересечено. Но, тем не менее, у нас вот тот же самый лес, если мы говорим даже о туристах, о, так сказать, рекреации какой-то, это может быть и спорт, да, и охота, и рыбалка. Но там, где стреляют, там, наверное, не побегаешь, раньше только очень быстро. И, собственно говоря, вот как это все сочетается, и сочетается ли, и как мы должны это все двигать. Я хотел предоставить слово Валерию Николаевичу Масикину, биологу, экологу. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Вот если можно, вот коротко, каким образом сочетаются или там противоречат отдельные виды. Здесь очень важно, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что, ну, вот, охотничий туризм, рыболовный туризм, вот экологический туризм. Дело в том, что экологический он более перспективен в том, что он включает все категории людей, то есть он массовый, от небольших детей, которые берут с собой, до пенсионеров, который как раз такой очень массовый контингент составляет экологических туристов. И вот только одних любителей наблюдать птиц, вердвочеров, сейчас это огромное движение в мире идет, но глобальное, их только те, кто официально зарегистрированы, около 300 миллионов. Так их называют? Это вердвочер, наблюдатель птиц. По-русски труду, вердвочер наблюдения. Любители наблюдать, фотографируют птиц. Их 300 миллионов сейчас. Это те, кто постоянно ездит по всему миру, смотрят, наблюдают, разыскивают птиц. Мы пытались, я-то 20 лет работал в системе глав охоты, а потом, как специалист по редким видам, очень сейчас интенсивно пытаюсь продвигать меру возможностей экологический туризм, потому что, с моей точки зрения, это самый эффективный, самый действенный инструмент сохранения природы. Потому что охрана природы эффективна только тогда, когда она становится понятной, престижной, экономически выгодной местным жителям. Вот если этого не будет, то вот одни разговоры, они ничего, ну, не работают в полной мере. Одними запретами тоже ничего не решим. Вот если мы сравним мировые национальные парки, куда вот все наши сейчас туристы едут, где миллионные посещения, тот же Крюгер-парк, например, вот в Южной Африке, 3,5 миллиона туристов в год и 150 тысяч хорошо оплачиваемых сотрудников работает там. 150 тысяч в одном парке. Туда вот именно массовость, именно массово идёт. И вот если сравнить, в чём разница, ну, разница очевидна совершенно. Там, когда ты приезжаешь, ты попадаешь в рай. То есть животные ходят, птицы, непуганные звери, непуганные птицы, которые можно наблюдать, которых можно фотографировать, с машины, со специальных площадок. Вот это всё инфраструктура оборудована. Вот это первое, чем отличается очень резко от нас. У нас в наших национальных парках или заповедниках зверей либо очень мало, либо нет совсем, либо настолько пуганное, что их вот наблюдать, изучать и фотографировать очень проблематично. Вот в чём суть, как бы сказал бы, экологического туризма. На самом деле там очень простая вещь. Потому что любой туризм, любой туризм, даже самый вежливый, самый аккуратный, даже вот профессор, эколог, я там пройду, мы всё равно какое-то нарушаем. То есть мы проходим, какое-то, что-то сделаем. Ну, простой пример. Вот я, допустим, вежливый турист, я прихожу, и пуганное животное разбегается, уходит. То есть олени побежали, там, птицы отлетели от меня, я просто иду. И если за мной пройдёт второй вежливый турист, третий, то это придёт к тому, что они вообще покинут эту территорию. Это вот было в советские времена, вот спортивный туризм, когда маршруты туристические проходили. Вот там ничего живого вокруг не оставалось. Вот разница в том, что экологический туризм – это взаимобоюдовыгодный союз туристских организаций, экологических. Когда экологи, туристы это не смогут сделать, они оптимизируют взаимоотношения. То есть есть это, я сейчас не буду вдаваться, есть много моделей, есть много таких методов, методик, как это делать. То есть надо, во-первых, устранить у животных антропофобию, чтобы не было это панические, потому что это сказывается на их численности в том числе. Потому что сегодня люди везде. И животные, которые очень такие пугливые, они просто не могут найти места, где там отдохнуть, там покормить-то нормально, где там таковые участки. Что нужно сделать сейчас, чтобы развивать? Вот мы пробовали работать в охотничьих хозяйствах. Знаете, получается. На базе охотничьих хозяйств? На базе охотничьих хозяйств. Я тут в Калмыкии, мы попробовали такой пример сделать, ну, опытный пилотный проект. Ну, мы где-то вот за 7 месяцев пригласили около 100 туристов к нам приехали, они оставили около 60 тысяч долларов в охоту хозяйстве. Ну, в принципе, это неплохо. И при том, тут очень важно иметь в виду, что у охотничьих хозяйств все-таки есть инфраструктура. Есть гостиницы, есть транспорт, есть штатные единицы. И более полугода во многих из них запрет на охоту. И это все, в общем-то, простаивает. Это как бы можно. И вот мы хотели просмотреть, как вот вне сезона охоты может быть каких-то вот природных фотографов, бёрд-вочеров. Оно получается, но мы столкнулись с такой проблемой. У охотпользователя по договору он был, то есть он-то за, он поддерживал все, но по договору он обязан был представлять право охоты местным жителям также. А местные жители, ну, это с ними отдельная работа, потому что мы работаем с животными, вот к нам приезжают люди, вот они ходят, вокруг гуси ходят спокойно, дикие гуси летают, ну, люди попадают в рай. Приезжает машина с охотниками и, в общем-то, законных, вот у нас выводки там животных расстреляли. Ну, вот такие вещи. То есть это, получается, огромная потеря времени на это уходит, это, получается, очень дорого, но и неэффективно. И вот в охотхозяйстве, в принципе, можно разделять в том случае, если есть воспроизводственные участки, где охота закрыта. Потому что охота, спортивная охота и вот экотуризм, в одном плаконе, к сожалению, они несовместимы, они антагонисты, просто не получается. В то же время, в то же время, экотуризм, это, ну, это массово идет, это все люди, все, включая охотников, они с удовольствием пользуются услугами экотуризма. Понятно. Спасибо большое. У нас есть еще одна очень важная тема, это рыбалка. Да, тоже очень, так сказать, тема популярная и способная, мне кажется, в общем-то, тоже определенный прорыв осуществить. И я хотел бы обратиться к Алексею Вадимовичу Гусеву, продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке». Канал был везде в России, да, вы, наверное, видели все, в каких регионах реализуется. Вот с вашей точки зрения, вот мы немножко поговорили об охоте, об экологическом, сейчас вернемся. Вот в части рыбалки. Что сейчас есть? Есть ли какие-то примеры? Что нам не хватает, может быть, на уровне законодательства? Пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Очень интересные два выступления, за исключением первых двух. Объездили мы за 20 лет не только всю страну, но и на земном шарике покрутились. Есть определенный опыт, подсмотренный нами за рубежом, который совершенно очевидно можно использовать на территории России. Что же касается ситуации с рыболовным туризмом в России, то здесь на карте есть достаточное количество белых пятен, но они потихонечку заполняются. И в отличие от того, что Сергей Владимирович сказал, чудовищная ситуация с охотой, а в рыбалке все, конечно, более-менее. То есть, отличается в лучшую сторону от охотников. На что хотелось бы обратить внимание? На сегодняшний день есть туризм цивилизованный, так называемый, когда тебя берут под белоручинки, на базе селят, и там есть душ, горячая вода, все удобства, егерь с лодкой и мотором, и везет тебя куда надо. И есть туризм дикий, традиционный, за туманом, за запахом тайги, с палаточкой, с дымом костра, который создает уют. И есть не только дальние поездки, скажем так, куда-нибудь в тайгу, но и есть традиционные поездки. Это даже, скажем, не столько туризм выходного дня, сколько люди традиционно на неделю или на две, на летний отпускной период выезжают на водоем. При этом я наблюдал лично картину, это у нас в Тверской области, называется это полиэтиленовая цивилизация, когда люди заезжают туда в мае месяце и уезжают в октябре, при этом у них есть дежурство. Это такие палаточные городки, они сверху покрыты полиэтиленом, чтобы защищаться от дождя и непогоды. И вот несколько семей договариваются, одна остается там все время, а все остальные поезжают в пятницу вечером, поезжают в воскресенье вечером и так живут, собственно говоря, все лет. Это же дикарем. Значит, этой цивилизации лет 30, наверное, историю, и активисты этого движения сейчас пытаются каким-то образом решить вопрос землепользования. То есть просят им на общину оформить эту землю. Не знаю, получится у них что-нибудь или нет, и возможно ли вообще решение такого вопроса, но тем не менее вот такая инициатива есть. Если мы говорим, допустим, про озеро Селигер, или берега наших великих, ягна Ахтуба и Волга, на которые традиционно тоже люди приезжают диким способом, не все из них чистоплотно себя ведут. Понятно, что за людьми остается продукт их жизни, вернее, упаковка продуктов, которая нужна в повседневной жизни. Как организовано это в Соединенных Штатах Америки? Система великих озер. Граница Канады, Соединенных Штатов. Мы были на озере Атирандак, ездили туда со съемочной группой, было это лет 20 назад, выглядело это следующим образом. Подъезжаем к озеру, открывается шлагбаум, мы говорим, у нас участок 147-й, они говорят, давай, жми туда. Проезжаем мимо магазинчика, в котором можно купить все необходимое, тут же рядом стоит помещение, где можно в аренду взять канои, при этом ты просто говоришь, подвезите, мы хотим два канои, подвезите нам к 147-му участку. Как выглядит участок? Да ничего собственного особенного, там есть место для сбора мусора, там оборудовано костровище, то есть фактически это обычное кольцо, которое бетонное накололице используется, но при этом там разводишь себе уголеку. И достаточно правильно подобранное место, куда можно поставить 2-3 палатки. При этом до соседнего участка, там 10-15 метров, но фактически не видно, потому что это за растительностью, которую мы берем. Сергей Иванович, извините, пожалуйста, я вас перебью, чтобы уточнить, а вот это все хозяйство, это чье? И, собственно говоря, ну это может быть муниципальное, там местное, или еще или частное, или... Я подозреваю, что в Америке все частное, либо отданное в управление. Но мне кажется, что несложно устроить такую территорию. Я вот только буквально 2 недели назад был в Астраханской области, и с одним из бизнесменов местных проговаривал эту тему. Он говорит, я с удовольствием. Я говорю, с удовольствием, если мне выделят вот этот вот участок прибрежный, дадут в управление, сдадут в аренду, как угодно. То есть у нас речь идет о том, что, с учетом того, что мы сейчас рассматриваем законопроект о рыбическом рыболовстве, в котором мы, кроме, значит, отдельных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, которые, вот, промысловые участки, да, мы хотим закрыть, да. То есть у нас возникает для развития вот этого вида туризма задача в этом случае решить вопрос, связанный с арендой и использованием земли прибрежно. Правильно? Ну, конечно, это же... Для формирования инфраструктуры, да. Вот это очень важно. И я вот, Геннадий Юрьевич Жаркова хотел спросить, ваш опыт в русском лососе как раз очень большой, да, и долгий. Вот у вас, так сказать, есть рыбопромысловые участки, на севере вы, значит, вылавливаете и обратно отпускаете семгу и прочую ценную рыбу. Ну, вот ваш опыт, вы сколько уже занимаетесь этим вопросом? 25 лет. 25 лет. Вот если посмотреть на и динамику, кто к вам приезжает, все ли, вот что нужно для развития такого. Пожалуйста. Дело в том, что... Микрофончик. На самом деле, спасибо большое за возможность выступить. Дело в том, что вот все здесь, многие говорили о том, что есть зарубежный опыт, дальнего зарубежья, ближнего зарубежья Белоруссии. А здесь мы можем сказать, что у нас есть собственный опыт, причем очень хороший опыт. И за ним перенимать этот опыт приезжают и из Исландии, и из Америки, и из Канады. Речь идет о том, что существует принцип ловли поймал-впустил, на котором может быть организована и организована рыбалка. Когда приезжающие рыболовы платят деньги за возможность ловить, рыба отпускается обратно, а ресурсы, которые с этого поступают, используются на, во-первых, поддержание инфраструктуры и на экологическую составляющую, на сохранение этого самого биотопа. Дело в том, что такая система существует здесь в России уже достаточно давно. Это некий оазис, то есть система, модель, которая практически без изъянов. Конечно, с некоторыми небольшими недостатками, но, тем не менее, она такова, что позволяет использовать себя не только в рамках особо охранения природной территории, о чем мы сегодня говорим, но и гораздо более широко. Проблема заключается в том, что, когда эта система зарождалась здесь, не было никаких ни РПУ, не было даже никаких, тем более, еще и возмущений по поводу этих РПУ. Эта система существовала до возникновения РПУ более 20 лет. Потом, когда возникли РПУ, было приказано фактически перейти в эту самую организационно-правовую структуру РПУ. А после того, как РПУ вызвало определенный и достаточно понятный негатив со стороны обычных рыболовок, когда шлагаумов понаставили и запретили люди выходить на водоемы, на которых они всегда ловили, то те самые хорошие РПУ, которых немного и которые существовали не как РПУ, они попали под раздачу. И вот сейчас есть определенная опасность, что вот эта модель, которая работоспособна, которая не требует средств от государства, она сама их генерирует, занимает местное население, создает некое очень здоровое взаимоотношение между местным населением, туристами, государством. Так вот эта система, она оказалась некоторым образом под угрозой. Хорошо, что в депутатском корпусе есть понимание этой проблемы, и мы, в общем-то, с нашим русским лососем находимся в взаимодействии. И есть возможность, я надеюсь, скажем так, сохранить эту систему, которая подразумевает, в первую очередь, нисколько даже вылов рыбы, потому что рыба выпускается, сохранение ценного биоресурса. И предложение, поскольку здесь было сказано, что должно быть предложение, предложение заключается в том, что постараться закрепить эту модель в рамках нового разрабатываемого законно-любительского рыболовства, чтобы как бы некую отсечку сделать, чтобы эта модель могла существовать в принципе. А дальше постараться, если будет необходимость и желание, реализовать эту модель в том числе и в рамках особо храняемых природных территорий, даже в отношении краснокнижных видов, как это все делается во всем мире. Вид немногочисленный. Есть возможность получить средства от рыболов, которые этот вид будут ловить, выпускать обратно, никакого ущерба не наносится, соответственно, а на средства осуществляется охрана. Дело в том, что вот те самые РПУ, которые были сейчас и сейчас до сих пор еще пока существуют, были организованы не как РПУ, они были организованы на водоемах, где был прекращен промышленный лов семги в силу того, что ресурс истощился. Вот такие чудаки-рыболовы взяли эти участки и за эти 25 лет довели численные семги в этих водоемах. До максимально возможной численности емкости данного природного биотопа, данной реки. То есть так, как будто бы на этой реке никого нет. Сразу после ледникового периода. И если такая модель есть, она не только не требует этих средств, она еще и генерирует средства, она дает возможность развиваться региону, людям. Геннадий Юрьевич, вот я как раз хотел по поводу... У вас какое количество ежегодно приезжает к вам на этот участок? Ну, реально, это около 5 тысяч, из них более... Ежегодно? Да, более 2 тысяч иностранцев. Причем иностранцы, это платежеспособные иностранцы, которые привозят, грубо говоря, средства из своих стран и оставляют эти средства здесь. А кому они это оставляют? Дело в том, что они оставляют, как всегда, существует некий механизм. То есть есть ограниченный ресурс и есть пользователь. Между пользователями ресурсов должна быть некая управляющая структура. В данном конкретном случае в качестве этой управляющей структуры выступает частное предприятие, частная компания, которая регулирует рыболовную нагрузку, осуществляет туристические услуги, получает средства, но в соответствии с очень жестким регламентом и, соответственно, с соглашением с государством, имеет большое количество обязательств по содержанию вверенного объекта в очень хорошем состоянии. Это считает, круглогодично. Это понятно. Вот вопрос, на самом деле, вот в чем. Мы тут говорили, я начинал с того, что, в принципе, задача общегосударственная, это поднять эффективность использования ресурсов, прежде всего, для государства. Вот скажите, в зависимости от того, это будет тысяча человек в год или пять тысяч человек в год на ваших участках, вот при сегодняшней системе государство как-то это ощущает, что чем больше, тем государство лучше? Или нет? Это ваше, так сказать... Нет, это очень, на самом деле, социально значимый проект, а потом, с точки зрения экономики, любая, грубо говоря, килограмм рыбы, пойманной любительскими снастями, генерирует в экономике минимум в 20 раз больше средств, чем рыба, пойманная промышленным образом. То, что касается семги, ее не так много в мире. И весь мировой промышленный лов семги, атлантического лосося, сопоставим с продукцией одной фермы. Нет, Геннадий, вы не об этом. То есть, вот на сегодняшний момент, это в основном... Да, то, что вы платите государству за это, это все правильно и, так сказать, все хорошо. Но больше туристов или меньше будет у вас, государство сейчас никак не ощущает, лучше или хуже. Ну почему? Ну как, как любой бизнес, как любое развитие экономическое, любое... Ну то есть, через налоги, через прибыль... Через налоги, на Кольском полуострове виноград не растет. Это одна из... Это очень важное замечание. Алексей Александрович, хотели прокомментировать? Да, пользуюсь случаями, я просто тоже рыбалкой увлекаюсь. Геннадию Юрьевичу хотелось бы задать вопрос. Вот в беседе об охотниках, поднимался вопрос об упрощении визового режима, там, в определенных вопросах для охотников. Я знаю, в том году, в летний сезон, когда были учения Северного флота, да, ряд рыбаков из Европы, они были лишены визной визы. В этом году дважды такая произошла ситуация, когда люди заплатили большие деньги. То есть, серьезные финансовые потери, потому что это люксовая рыбалка, она очень дорогая, как бы и... Этот вопрос бы тоже надо решить, потому что в этом году дважды это происходило, и пользователи... Ну вот, тоже вопрос в том, что если мы говорим о паспорте охотника, о паспорте рыбалова, тогда уж надо говорить. Но, тем не менее, я все-таки хотел обратить внимание, что, наверное, нам нужно подумать о том, что вот если в завис... Нам нужно, чтобы государство было каким-то образом тоже заинтересовано. Да, пожалуйста, Сергей Иванович. Короткая реплика, она, естественно, не всеобъемлющая эта информация, но, как правило, доходы от охоты во многих странах распределяются в такой пропорции. 35% местное комьюнити, сообщество, деревня, не знаю, которая находится рядом, на месте остается, муниципалитету. 40% это регулятор, фирма, проводящая охоту, и 35% государство. У нас такого нет. Нет. Ну, конечно, нет. Хотел сначала, прежде чем, Татьяна Сергеевна, мы сейчас с вами обсудим, я хотел попросить Светлана Владимировна Акулову, генерального директора Московского зоопарка, и у вас, я знаю, что есть определенный опыт, прямо в Подмосковье, да, так сказать, вы пытаетесь развивать вот такой вид деятельности. Вот скажите буквально тоже коротко, если можно, так сказать, удается или нет, на чем эта деятельность построена, и возможно ли тиражирование такой деятельности для того, чтобы не просто, так сказать, смотреть природу, да, но и каким-то образом все-таки развивать вот такие направления деятельности. Пожалуйста. Спасибо большое за предоставление слова. На самом деле мы в прошлом году начали, разработали такой проект, это был год экологии, и мы разработали проект «Экологический туризм». Я расскажу, что сначала, наверное, нужно рассказать, что у Московского зоопарка три территории. Это сам Московский зоопарк, 21 гектар, который находится в центре Москвы на баррикадной. Это зоопитомник под Волоколамском, это 270 гектар, где находится наш научный центр, плюс наша научная база, где содержатся и размножаются краснокнижные животные, в том числе, которые были повреждены за счет браконьерства и переданы нам на реабилитацию. И третья территория, достаточно удаленная, это зоосад у Деда Мороза в Устюге, 47 гектар. Из них пока 7 гектар только освоено. Да, кстати, то, что Дед Мороз у нас в зоопарке живет, у меня это было открытие на салют. Да. И я скажу, что с чем было связано тоже, что мы разработали этот экологический туризм, чтобы уже вернуть немножко к экономике тоже, то, что две территории у нас находятся на дотации Московского зоопарка и, соответственно, субсидируются государством. Мы разработали проект «Экологический туризм», и я увидела колоссальное желание людей попасть в этот маршрут. Маршрут у нас был однодневный, двухдневный, однодневный – это только посещение нашего зоопитомника, он для посетителей закрыт, но мы в составе вот такого экологического маршрута открыли двери и увидели огромную заинтересованность людей. Но мы столкнулись с тем, что культура наших туристов, вот как уже говорил мой коллега Валерий Николаевич, эколог, о том, что культура нашего туриста далеко достаточно низкая. И для того, чтобы разрабатывать такие экологические маршруты и разрешать, вот это важный вопрос, разрешать компаниям или каким-то организациям организовывать такие туристические маршруты, нужно либо этот экологический маршрут проверять, либо проверять самих организаторов, потому что, чтобы не набредить нашей природе, в конце покажу маленький ролик, и вы тогда поймете, к чему это говорило. На самом деле у нас есть и определение экологическому туризму, есть и сильные, и слабые стороны, потому что мы уже достаточно долго с этим работаем. Так, для информации, у нас мы смогли осуществить, тысячу туристов у нас смогли попасть на вот такой экологический маршрут. Но заявок было, чтобы понимали, 500 тысяч за год. То есть, когда мы увидели такую необходимость людей к экологии привлечь, мы, потому что это закрытая территория, всегда все интересно, что закрыто. И когда мы открыли двери, и сначала были обрадованы, что такое большое количество посетителей, думаю, сейчас это будет дополнительный внебюджетный доход, но тут огромная опасность, то, что группой нельзя делать больше 10 человек. Руки, даже при том, что мы им, когда привозили на территорию, проводили технику безопасности, что нельзя руки, пальцы засовывать или подходить близко, это бесполезно. Например, стоит волонтер, при том, что у нас охрана водит этих туристов, экскурсовод, еще волонтеры. Люди, например, с детьми стоят и говорят, сейчас волонтер отвернется, и ты покормишь лошадку. И кусают, то есть, они не умеют правильно кормить. Это тоже нужно обучать людей. Вот об обучении, это очень важно, этот аспект. Дальше. Поэтому мы сократили группы и возили только по 10 человек, не больше, даже с учетом того, что мы сделали отбойники, чтобы люди не подходили близко к вольерам. Это при том, что у нас полувольное содержание животных, и животное близко не подойдет, но люди все равно умудрялись засунуть и свой палец, и в большинстве ручку своего ребенка. Это очень опасно. И действительно, это отсутствие экологической культуры нашего населения. И стоит этому обратить внимание, достаточно большое внимание. Может быть, в школах нужны уроки по экологической культуре, экологическое воспитание. Это и в питании, и в поведении. Все это должно отражаться, потому что наши посетители совершенно не готовы к этому. Мы работаем сейчас, на данный момент, с экофермами. Мы привозим, вот двухдневные если. Мы привозим зоопитомник там, экскурсия где-то 3 часа. И потом, если это двухдневные, мы везем на экофермы. Пока работаем с частниками и делимся, например, своего дохода в зависимости от того, куда мы едем. Это отель, это экоферма. Мы хотели, моя цель сейчас, мы разрабатываем с нашими закрытыми питомниками, чтобы помочь как-то финансово тоже. Но пока есть проблема в том, что они не могут зарабатывать деньги, эти питомники закрытыми. А кого вы там выращиваете? У нас в зоопитомнике? Да. Там, например, находится леопард Николай, которого спасли пограничники, который попал в капкан и лишился трех фалангов пальцев. И сейчас мы его соединили с его невестой Акрой, и у них три замечательных котенка. Это невероятно чистая кровь, потому что в этом и ценность, что это леопард сохранит свою генетическую линию. И вот наши потомки увидят это животное в таком же виде, в котором мы с вами его видим сейчас. Я бы хотела просто сократить, маленький ролик поставить. Я думаю, что будет коллегам интересно. Это вот как раз отсутствие культуры. Это не только у российских туристов. Посмотрите, что происходит. Это где? Я надеюсь, не у вас в Питомне? Нет, нет. Сейчас вы все увидите. В Великобритании. Что происходит? Туристы подходят фотографировать на лешбище котиков. Котики пугаются, убегают и падают со скал. Спасибо. Ну, то есть, паника, да? Да, да, да. Паника. Нервный стресс. Вот. Ну, понятно, да. Скатывается. Ну, там он сейчас уже закончился, это маленький. Вы знаете, я... Тяжело. Да, уже все закончилось. Соответственно, мы как раз делаем упор на то, чтобы... Вы также сделали направление на то, чтобы мы развивали экологически устойчивое поведение нашего населения. Ну, просвещение это действительно очень важно. Спасибо большое, Светлана Владимировна. Я хотел как раз... Вот теперь, Татьяна Сергеевна, обратиться к вам. Вот, с каким вопросом. Дело в том, что вот то, что мы сейчас видели, да, то, что мы услышали вот в предыдущих выступлениях, оно все сводится к тому, что нам нужно, в общем-то, во-первых, это профессионалы, которые будут организовывать это, да, и понимать. А во-вторых, нужна инфраструктура, потому что действительно можно и нарушить, и то, что испугнуть, и как угодно. То есть без инфраструктуры это будет только, так сказать, вред природе. Вот, Росохот-Рыболов-Союз, организация, которая, ну, во всяком случае, ваши члены обладают огромными охотхозяйствами, правильно? Ну, в общем, ну, немаленькие. Ну, немаленькие. Нескромные. Это хорошо. И мы сейчас вот слышали здесь один из таких вот вариантов, и что как раз именно охотхозяйства могут являться базой, вот такой отправной точкой для развития вот этого вида деятельности. Потому что, во-первых, уже есть определенная инфраструктура, как мы слышали. Есть специалисты, да, которые не допустят, например, вот такой вот картины. Есть, опять же, сезонные различные факторы, которые позволят, например, развивать различные виды такой деятельности. Ну, и в конце концов, то, что постоянно у нас на слуху с коллегами, да, и я надеюсь, что мы все-таки в ближайшее время решим эту проблему, что сейчас охотхозяйство, они же в вольерах разводят большое количество зверя самого разного. Это может служить и основой для таких вот, назовем это как нацпарков, да, ну, некого туризма, который был посвящен знакомству и с животным миром, и так далее. Татьяна, скажем, есть, какие мысли у вас по этому поводу, есть ли какой-то, может быть, опыт, есть ли вообще, в принципе, желание, да, и целесообразность в этом, и тогда, если есть, то что для этого нам нужно с вами сделать? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемый Николай Петрович, я хочу выразить, конечно, благодарность за то, что мы сегодня все здесь, и мы сегодня можем открыто говорить. Я не могу сказать ни одной светлой нотки по развитию охотничьего хозяйства в нашей стране. Если раньше я считала, что мы приближаемся к точке невозврата, то сейчас мы стоим на этой точке невозврата. И сейчас зависит от нас, или мы шагнем в пропасть, или мы все-таки выкарабкаемся. Вот тема сегодняшнего круглого стола – это зеркало проблем отрасли. И пока не будут решены эти проблемы, они очень большие и в совокупности очень серьезные, то мы вообще не построим ни охотничьего туризма, и вообще говорить об этом преждевременно. Вот у нас сегодня у государства нет цели что-то развивать, увеличивать. У нас цель только контролировать процесс. Поэтому охотпользователь бесправен настолько, что он не может сам определить квоту, он не может квоту эту распределить по сезону. Он не уверен в том, что устроив инфраструктуру, к нему завтра не придут лесники, пожарники, ветеринары, и не оштрафуют его на миллион рублей. Кроме того, я хотела бы обратить внимание еще на один момент. У нас есть одно общество, Кировское областное общество, которое, принимая иностранных туристов в свое время, заработало себе, ну я считаю, какую-то странную запись, что они являются иностранным агентом. И общество охотников Кировской области у нас это иностранный агент только за счет того, что они принимали иностранные туристы. Теперь немножко, вот я хочу сказать еще больше черной краски. У нас ведь, смотрите, закрепление охотничьих угодий неуклотно снижается, это видно по госдокладу, и у нас за 6 лет снизилось на 10%. Это то есть потенциально охотничьи хозяйства, которые могут принимать иностранных охотников, и не только иностранных охотников, а наших обеспеченных охотников, они уходят в общедоступные угодья, где нет этого зверя. И, к сожалению, ведь у нас есть еще такая проблема, она очевидна и для Дальнего Востока, и для Сибири, и для тех регионов, где у нас полно волка, что у нас можно вырастить достойный трофей, можно быть готовым к тому, что завтра у тебя на этот трофей появится достойный покупатель, но когда покупатель появляется, трофея уже нет, его съели хищники. Это один момент. Следующий момент. Вот у нас сейчас прямо такой вот крен пошел, что цель госорганов – это увеличение прямых доходов бюджета. Любым способом, любым образом. Это непонятные годовые сборы, непонятные иски и штрафы, непонятно за что. И самое главное у нас – размер этих штрафов. Посмотрите, 50 тысяч штрафа на юрлицо и 200 тысяч штрафа за нарушение отсутствия разделочных досок, как я их называю, в охотничьих хозяйстве. И тем более еще сейчас планируются новые сборы за массовые виды. Тоже непонятные совершенно природы. И ничего не волнует, и никого не волнует, что охотпользователю связывают руки. Я уже про землемаршрутные ничего не говорю. У нас везде контроль, только контроль. И еще, для того, чтобы нам сейчас выходить на работу по приглашению и развитию охотничьего туризма именно в нашей стране, необходимо смотреть иммиграционные законодательства. Я просто хочу напомнить, кто не знает, что если данные о выехавшем иностранце, вы опоздали подать на один день, то у вас штраф 400 тысяч рублей. В силу того, что если, как у нас записано, что у нас только охотпользователь может приглашать этих иностранных охотников, то возникает масса вопросов. Поддержу Сергея Владимировича и буду, так сказать, заострю внимание на том, что Росгвардия не видит аутфитера вообще как класс. В нашей стране для Росгвардии аутфитера нет вообще. Они полагают, что у нас охотпользователи, кроме того, что он должен оказать услуги, подготовить егерей, которые смогут организовать охоту. Это отдельный вопрос. У нас и это больной вопрос. Они еще считают, что охотпользователь должен заниматься поиском клиентов, привозить их к тех клиентам, заниматься этими клиентами. Это просто нереально. И хочу сказать еще одну вещь. Мы понимаем, что жестокое миграционное законодательство, нелегальное миграция по пресечению, но к нам-то едут, извините меня, по визам, и немцы, и американцы, и испанцы, и норвежцы, и люди, в общем-то, обеспеченные, и себя уважающие. А теперь посмотрим по нормативам изъятия. Вот у нас на сегодняшний день наше законодательство, к сожалению, вообще не настроено для того, чтобы сохранить животных. Лоси мы добываем 3% от численности. В Беларуси 12% добывают, в Латвии, Эстонии, Финляндии около 50% добывают лоси, и лось есть, и туда едут люди. Соответственно, и добыча в Прибалтике в 7 тысяч в год, а у Фина в 40 тысяч в год. У нас 30 тысяч в год на 1 миллиард 600 тысяч в годе, и при численности около миллиона особей. Зато мы все утерли нос с ущербом от браконьерства 18 миллиардов. То есть мы потенциально людей заставляем браконьерить. Следующий момент. У нас по нашему законодательству не определено, кто как может ограничить охотника, охотпользователя. Вот я хочу, я закрою у вас охоту. Вот вы на этот сезон запланировали клиента принять, а у нас, извините меня, субъектовый орган принимает решение. Он закрывает охоту именно с целью экономического давления. А теперь посмотрим еще на один момент. То, что бесправие охотпользователя, это я поставила бы во главу угла. У него нет никаких прав, у него одни обязанности. Он всем обязан, но права нет вообще никакого. И вот вы сказали, что в Беларусь приезжает 4 тысячи охотников, так вот половина из них это россияне. Да, кстати, они говорили об этом. А я хочу сказать еще больше, вот привести пример. Вот смотрите, в Эстонию приезжает до 4 тысяч охотников. Площадь Эстонии – 4,5 миллиона га. Румыния, площадь Румынии – 23 миллиона га, 9 тысяч охотников. В Белоруссии, обращу внимание, полторы тысячи иностранных охотников только в угоде общества приезжают. В Швеции 25 тысяч охотников они принимают. Площадь их – 40 миллионов га. У нас, я еще раз повторю, миллиард 600. В Швеции 70% потребления мяса – это дикое мясо. В Венгрии принимают, мы уже сказали, 15 тысяч. В Киргизии – более тысячи охотников. В Иране, я, конечно, может быть, скажу слова, которые не всех отдельных депутатов будут ласкать, но выдается ежегодно более 500 лицензий для иностранных охотников только на охраняемые и редкие виды в Иране. То есть у них такая специфика ведения охотничьего хозяйства, которая вот это позволяет. И, наверное, скажу, что у нас, во-первых, нет головы, это я уже говорила, буду говорить, а сейчас скажу, почему по деньгам у нас так получается. У нас наши деньги от охотничьего хозяйства немалые и от сопутствующих всех производств, они не имеют ярко выраженной окрашенности. Наверное, мы единственный охотничий ресурс или ресурс нашей Родины, который дает всем на ЖКХ, на больницы, на учителей, на все. Но эти деньги не идут на сохранение охотничьих ресурсов. Абсолютно. Пока не будет определено, где наши деньги хранятся, мы, во-первых, не узнаем, сколько этих денег получает наше государство. И государству мы никогда не докажем, что, извините меня, мы содержим буквально градообразующее наше охотничье хозяйство, многие отдаленные села по Сибири и Дальнему Востоку. И всегда это было, и мы, в общем-то, будем этим заниматься. Но еще хотела обратить внимание. У нас много в стране говорится о том, что нам надо закреплять людей в Сибири и Дальнем Востоке. Это я уже свое личное мнение выскажу, уже не как представитель Росохотровалов Союза. Но весь мой 40-летний стаж работы в охотничьем хозяйстве, из них 29 лет, в Приморском крае, показал следующее, что ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке не приедут и не останутся жить люди, которые хотят жить в городах. Там приедут и останутся жить только те люди, которые готовы жить на природе, и для которых охота и рыбалка. То есть в первую очередь. Потому что все равно бытовые условия никогда не будут равны. И, может быть, я повторюсь, но вот в 2006 году был доклад директора Депохода Минсельхоза Мельникова в то время, который говорил о том, что основные пути решения проблемы, препятствующие развитию охотничьего хозяйства и охотничьего туризма в нашей стране, а также развития рынка услуг, как для граждан России, так и для иностранных граждан. Это первое. Освобождение от НДС охотничьего трофея. Увеличение срока действия ветеринарного сертификата. Влезти изменения в лесной кодекс. Упрощение порядка ввоза и вывоза огнестрельного охотничьего оружия и боеприпасов иностранными гражданами. Устранение административных барьеров в виде избыточного контроля и надзора со стороны государственных органов. И необходимо координировать охотничий туризм в одном каком-то субъекте. Дело все в том, что даже когда мы говорим о том, что охотничьих хозяйств могут принимать не только именно охотничьих туристов, но и экологических туристов, у них такая возможность есть. Но на сегодняшний день наше законодательство вообще не позволяет ничего делать в охотничьих хозяйствах. В том числе и что требуется, как я понимаю, это расширить виды деятельности, перечень видов деятельности. Это дать возможность охотпользователю работать. То есть охотпользователь должен, получив квоту, даже пусть он ее выкупит у государства, что делают 70% наших охотничьих хозяйств в наших регионах, 70% выкупает квоту. И дальше начинается. Он не может эту квоту распределить так, как он не хочет. Он должен распределять именно, вот написали мы в постановлении, именно в сентябре, он не может передвинуть на декабрь. Он не властен распоряжаться своим ресурсом. Точно так же он охоту строил, он провел охоту устройства, он определил зону вип-охоты, где у него, извините меня, под клиента все заточено, приходит лесник и эту зону уничтожает. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, я полагаю, что было бы целесообразно все-таки нам пойти по пути Казахстана, которые сейчас как раз готовят программу развития туристической деятельности до 2025 года. И у них цель программы именно развития туристической деятельности. И на рабочей группе они выводят 4 вопроса. Это первое, право охотхозяйствующих субъектов предоставлять в аренду охотничье оружие, право использовать лук, право владельцев оружия самостоятельно снаряжать. Но это спасибо Государственной Думе, вопрос решен. И возврат ранее действующей нормы, когда одному гражданину до 5 единиц гладкоствольного. А по поводу воспитания, мы, извините меня, если сейчас еще одобрим инициативу и поднимем возраст получения лицензии до 21 года, то у нас завтра не будет ни одного охотника, мы не сможем воспитать ни одного мальчика, не сможем ему объяснить ничего, у нас этот вопрос вообще размыт. Если в других странах уже с 14 лет отец праве взять ребенка на охоту и передать ему все, то есть здесь надо очень четко все разделять, и мы сами все потеряем, а потом задохнемся от наших болезней и будем долго-долго выкарабкиваться, но уже не при нашей жизни. Апокалипсис. А теперь апокалипсис. Я так понимаю, при этом я понимаю, что, да, Сергей Владимирович, чем вы не договаривались, да, у меня за ранее. Нет, нет, нет. Я хочу сказать, что еще... А в Абрии бы вообще. Да. Я хочу сказать еще две фразы, вот в окончании. Вот пока у нас будут в Государственной Думе раздаваться голоса о том, что охотники – это браконьеры, мы не двинемся никуда. Это первый момент. Что инициатива Резника – это живодерская? Да. Это дичь. Исходя из этого, еще один момент хочу сказать. Вот представитель специальный, Иванов Сергей Борисович, безмерно уважаю, ценю и люблю. Но когда человек такого уровня говорит, что же касается трофейной охоты, то россияне, желающие, располагающие соответствующими финансовыми средствами, легко могут делать это за границей, чем они, насколько я знаю, занимаются, то перефразируя Наполеона, тот, кто не желает кормить свою армию, и тот, кто не желает кормить свое ухотничье хозяйство, будет кормить чужое. Все. Но при этом я хочу сказать, Александр Сергеевич, что вот вы упомянули по поводу, вот сейчас дискуссии, которая развернулась на днях относительно краснокнижных, что все-таки не вся трофейная охота, это краснокнижная охота. Татьяна Сергеевна и с вами, как и с Валентиной Николаевной тоже, занимались различными вопросами и проехали по разным регионам и обсуждали тему, в том числе и охоты. Вот сейчас, когда Татьяна Сергеевна говорила относительно того, сколько отстреливается, не отстреливается, выбирается, не выбирается, мы сегодня не дали, как сегодня с вами обсуждали, эту тему, что для этого, наверное, еще надо понять досконально, сколько у нас чего есть. Вот это мы тоже, наверное, не понимаем. Да, пожалуйста, Владимир Владимирович. Спасибо, уважаемый Николай Петрович. Да, да, да. Знаете, я хотел буквально сказать о том, что вообще проблема очень сложная и там Сергей Владимирович, он на своем, и я, кстати, поддерживаю то, о чем он говорит, да, там Татьяна Сергеевна на своем, потому что охотничье хозяйство это отрасль, которая включает огромное количество там всяких интересов. Есть там сообщество горных охотников, да, там есть там другие охотники, есть там любители в Африку ездить. А я и понимаю, какие там проблемы есть и все, что с этим связано. Я в первую очередь, конечно, про наше многострадальное развитие нашего охотничьего хозяйства. Значит, внутри, потому что разговаривать на сегодняшний день, серьезно разговаривать о туризме, ну, в первую очередь, нужно решить проблемы наших охотничьих хозяйств. Тогда, наверное, мы создадим условия, при котором мы можем предоставить то, что на сегодняшний день там делают и белорусы, и все остальные. Проблем целая куча. И мы с вами, Николай Петрович, на самом деле, куда-то там двигаемся, но, к сожалению, мы с вами. И первое сегодняшнее выступление, оно меня повергло просто-напросто в уныние. И более того, ведь совсем недавно, две недели назад, у нас выступал министр природных ресурсов. Ему задали вопрос и сказали, коллеги, а как так получилось, что отрасль, в которой задействованы миллионы человек, лишилась своего отраслевого департамента? Я хочу вам сказать, что на сегодняшний момент, ну так, 12-14 человек на федеральном уровне занимаются проблематикой ведения охотничьего хозяйства. Отсюда все проблемы. А кто будет этим заниматься? Они не успевают ничего делать. 14 человек. А сколько это было до этого? Был департамент, ну 45-34, теперь 14. Ну, слушайте, коллеги, если на сегодняшний день правительства не видит перспективы и не понимает социальной значимости развития охотничьего дела в стране, не видит ее как отрасль, ну о чем можно говорить? Мы можем очень, мы на сегодняшний день с вами единственный механизм, который поднимает эти вопросы и пытается их решать в нашей совместной рабочей группе. Но как достучаться до правительства и сказать, коллеги, ну вопрос очень, просто очень серьезный. И если на сегодняшний день говорить про троцелевой подход, ведь вот вы только подумайте, что это? Если брать такие смежные вещи, как любительское рыболовство, любительскую охоту, в этой сфере задействовано около 30 миллионов человек. Около 30 миллионов. Если вы посмотрите, что это направление потребляет, вы посмотрите, одежды, обуви, навигации, оборудование кемпинга, боеприпасы, оружие, крючки, снасти, лодки, вездеходная техника, это просто караул. И мы говорим, что 14 человек должны двигать эту махину. Но это же просто, но это, это невозможно. Знаете, я хочу сказать, что если, я могу очень много говорить, и говорить, что мы на сегодняшний день с вами, Николай Петрович, подготовили, и куда мы двигаемся. Но я вчера у нас пришел департамент, теперь уже объединенный лесной, и я, они задали, ну, начали отчитываться о проделанной работе и контрольке, что там происходит. Я специально сегодня приехал и поднял приказ 15-го года, приказ Минприроды о реализации стратегии. 98% из этого плана ничего не сделано. 98% пунктов плана не сделано ничего. Владимир Владимирович, здесь, знаете, вопрос достаточно дискуссионный. Почему? Потому что мы же по результатам. Вы же говорите, что в 2015 году стратегию приняли, а новая структура, она, так сказать, только сейчас образовалась. И если все 40, 30, там, или сколько там человек за три года не смогли реализовать 98%, то уж точно за пару месяцев никто ничего не будет. Хотя, на самом деле, так сказать, надо очень четко посмотреть и по поводу планов, и по поводу как сейчас происходит взаимодействие с Министерством природных ресурсов. Поэтому я бы сейчас воздержался от этой темы, тем более, что когда мы говорим с вами о ситуации, которая возникла в охоте, в рыбалке и так далее, это, к сожалению, тема некоторая возникла после двух или три месяца назад сокращения департамента охоты. Это вал, который у нас копился в течение многих лет, многих лет. И мне кажется, что вот очень важно здесь, что мы тоже с вами представляем органы власти, и то, что мы сегодня здесь, на площадке Государственной Думы, это решали, мне кажется, это очень важно. Но я хотел на самом деле продолжить еще обсуждение темы, мы поговорили об охоте, но вот есть еще по памяту обсуждение, которое было вчера-позавчера, конечно, всегда, когда речь идет об охоте, рыбалке, об использовании природных ресурсов, возникает тема экологии. И здесь очень много, ну, человек, который вообще в городе, для него само понятие охоты, это вообще уже нечто, иногда бывает просто криминальное, и они, скорее всего, многие городские жители, они даже не представляют, что это такое. И тогда возникает, сейчас очень такое серьезное направление, это фотоохота у нас возникает. И я хотел бы представить слово Алексею Анатольевичу Телеганову, заместителю главного инспектора в области охоты, ой, извините, я не посмотрел, Алексей Анатольевич, это чуть попозже, я, Алексей Анатольевич, к вам обращусь, а к Александру Ильичу Мискову, это директор фестиваля «Золотая черепаха», директор Московского горного института, пожалуйста, вам слово. Добрый день, я, на самом деле, Владимир Медведев, председатель союза фотосбеки природы, все правильно, Александр должен был выступить, он, к сожалению, уже убежал, потому что по делам. Владимир Вячеславович, у меня к вам тогда тоже коротко вопрос, значит, я надеялся, что Александр Викторович у нас дождется, но тем не менее, в каком сейчас состоянии вот эта отрасль, я так понимаю, что это тоже предмет туризма, и мы сейчас сегодня слышали, что у нас птичек слушают, что, так сказать, просто ходят, вот многие еще и фотографируют. Да, да, это невероятно сильно развивающаяся отрасль вообще в мире, у нас совсем недавно на большом фестивале в Москве, в ЦДХ приезжал один из самых известных фотографов Голландии, Ян Вермиер, ему они спросили, сколько вообще фотоохотников в Голландии находится, вот в маленькой Голландии, где вообще природы нет, в принципе, 400 тысяч фотографов дикой природы был его ответ, вот, и я сделал подготовлен небольшую презентацию, можно, пожалуйста, слайды включить про вообще желательно с первого, который 001. Скажите, еще, когда вы будете рассказывать, вот само времяпрепровождение, когда человек выходит с охоты, с фотоаппаратом, мы это прекрасно знаем, в том числе и по мультику из простоквашины, это все очень, так сказать, прекрасно и удивительно, а давайте мы посмотрим на это именно в качестве направления туристического, в качестве... да, да, у меня как раз презентация по этому и сделано, а может следующий слайд переключать или не... вот туда надо направить, там есть чудо аппарат. Да. Сейчас, секундочку, а можно все-таки там вот если выйти и первый слайд включить, который 001 называется. Ну, вы так пока расскажите. вот это он, да. Прошу прощения, на эту поддержку. Владин, расскажите нам так, что... а пока подстроится под ваше выступление. Ну, на самом деле, фотография, на мой взгляд, является вообще драйвером развития можно на самом деле поставить с первого и переключать. Фотография дикой природы является драйвером вообще развития туризма и экотуризма, потому что в современном мире, когда люди думают, какую страну им выбрать и какой регион им посетить, они в первую очередь, как правило, залезают в интернет и смотрят картинки с того места, куда они хотят поехать непосредственно. И в этом плане без как бы фотографий, без визуального ну, как-то без визуального как бы без визуальных картинок люди, в принципе, не могут выбрать те места, в которые им имеет смысл поехать. И наша природа в России она на самом деле является очень прекрасной. Это к сожалению. У меня, конечно, выступление было построено как раз именно на слайдах. Первые слайды я хотел показать природу России и я прям уверен, что все из вас, кто посмотрел бы эти картинки, с удовольствием просто запланировали свой отпуск, чтобы поехать куда-нибудь на территорию России. в частности, Камчатка все знают, все понимают. Можно прям листать следующий, следующий. Вы рассказывайте, а там вот. Да, да, да. Вы можете прям листать и я подключусь. И природа России разнообразна, удивительна, но, к сожалению, она практически совершенно не освещена в как бы представлении даже самих россиян про то, куда можно поехать и что можно посмотреть. И на мой... Да, и у меня тут... Ну, один из примеров, допустим, вот про... один из примеров, который я хотел привести именно про фотографию дикой природы. Многие люди тут говорили про международный опыт и вот в частности опыт Канады он поражает. Вот посмотрите, как это в Канаде сделано и посмотрите, это не какие-то специальные фотографы, которые ну такие по хардкору снимают, которые все там в скоротках сидят и так далее. Это вот обычные люди и более того, это дети. Буквально там в полутора часах от крупного мегаполиса можно сесть на машину, доехать и посмотреть на прекрасных оленей, на прекрасную дикую природу развитую. И безусловно, это притягивает огромное количество туристов, это притягивает и фотографов, и внутренний туризм, и туризм со всего мира вообще. Вот у нас говорят, что охота слабо развита и там буквально 500 человек фотографов, 500 человек охотников приезжает. Но на самом-то деле если посмотреть, то у нас видимо с браконьерством такая ситуация, что у нас в принципе такой картинки можно встретить разве что на Камчатке, может быть на острове Эрангель, но даже в самых труднодоступных местах Таймыра и вообще по сути 90% территории страны животные в принципе крайне боятся человека, их посмотреть вообще в принципе невозможно. И более того, эта опция, она колоссальная с точки зрения отдыха людей и в том числе траты денег, и в том числе каких-то там налоговых сборов, но и отдых, она в принципе недоступна жителям Москвы просто выехать практически некуда. Можно поехать на Валдай, но они практически 100% не увидят там никого. Можно поехать в какой национальный парк или заповедник не возьми, практически везде там могут увидеть животные только какие-то специалисты. Обычным людям вот эта недоступна. Вот такая картинка на территории России в принципе выглядит нонсенсом. Я абсолютно уверен, что никто такого вообще не видел никогда в жизни на территории России, но при этом это вполне развито во многих странах. Но вот Канада это один из таких ярчайших примеров. И при этом мне хотелось бы отметить, я хочу отметить, что массовый туризм он тоже требует, у меня тут были картинки с Байкала, как раз про него говорили, массовый туризм он тоже требует определенного подхода, потому что сейчас на Байкал поехало огромное количество китайских туристов. Так это вызывает бурю негодования со стороны местных жителей, со стороны экологов, со стороны тех же самых фотографов дикой природы, которых я представляю и так далее. Потому что этот туризм крайне неорганизован. Там нет, например, понимания, куда этих туристов размещать, нет понимания, где они будут выкидывать мусор, нет понимания, где они будут, извините, сходить в туалет и так далее. Да, и при этом все говорят, что очень плохо, что китайцы едут, наоборот, мне кажется, что очень хорошо, что они едут. Да, они платят, они приносят деньги, но смысл в том, что их надо правильно организовать. И вот в той же Канаде, у меня тоже, к сожалению, немножко сбилась презентация, но в той же самой Канаде есть специальное понимание, как это сделать. Они не пускают массового туриста, который автобусами ездит, по несколько миллионов туристов каждый год через очень маленькие парки проходит. Но их не пускают просто так на тропы. Они, как правило, ездят в закрытых автобусах, из которых их стараются никуда не выпускать, кроме как на те места, где их можно контролировать. Например, там есть точка ледник, где точно сломать и вытоптать ничего нельзя, их туда выпускают. И это все очень красиво обыграно фотографиями, поэтому люди хотят поехать именно на этот ледник, но на самом деле эта точка далеко не самая интересная в Канаде. Точно так же их, допустим, возят на кораблике, тоже далеко не по самым интересным местам. Я анализировал, почему так сделано, потому что если этих туристов там полтора-три миллиона выпустить просто по экологическим тропам, какие бы они ни были, они реально уничтожат всю природу полностью. Но там, и вот мне кажется, с точки зрения фотографов тоже это одна из наших задач, когда мы показываем, продвигаем нашу страну не только с точки зрения самых красивых кадров, но и с точки зрения тех мест, где можно безопасно провести этот маршрут, так, чтобы они не разрушили всю нашу природу. И при этом как раз вот максимум денег, на мой взгляд, приносит в стране не там трофейная охота, которая, да, элитная, дорогая, а именно вот такой массовый туризм, который хорошо организован, который грамотно построен, но при этом там с каждого человека по копейке, да, но очевидно, что капитализация там крупных компаний типа Apple, она значительно выше, чем у там дорогих производителей машин, типа там Maybach и так далее. Владимир Викторович, а скажите, пожалуйста, вот из вашего опыта, вот я, например, знаю, так как тоже избирался от Иркутской области, там действительно есть ребята очень интересные, которые устраивают вот такие туры. Причем очень интересные для того, что там можно фотографировать медведя, там сидя внутри клетки, чтобы он тебя не съел, да, и, так сказать, ну все это, пожалуйста, тебе тоже на кораблике. Но у меня такое ощущение, что вся вот эта деятельность, она как-то развивается не благодаря, вопреки, да, так сказать, существующим условиям. Вот, скажите буквально вот два слова, вот в нашей стране есть ли какие-либо проекты, которые бы обслуживали достаточно много, ну я не знаю, можно ли сказать, много или мало, но тем не менее, качественно бы формировали вот такие фото-туры, да, чтобы было взаимодействие с теми же самыми нацпарками, регионами, или это только удел, так сказать, каких-то энтузиастов, фотографов, которые любят это дело, но еще им же надо как-то жить, они еще и с собой туристов берут. Ну, на самом деле, самая яркая точка, которую часто снимают, это на базе Кранотского заповедника на Камчатке, потому что там есть фактура, и туда приезжают реальные иностранцы, которые снимают, которые побеждают с нашей Камчаткой в международных конкурсах, большинство наших фотографов, которые побеждали в международных конкурсах, побеждали там с Камчаткой, я вот победил, к сожалению, с Канадой, потому что, ну вот, кроме как, ну, на Камчатке очень мало. Вот Валерий Николаевич выступал там до меня, вот он тоже пытается развивать это дело, и он, пожалуй, действительно один у нас огромная страна, а в результате у нас только вот в этой отрасли, да, у нас Камчатка только известна, да, по сути, это, наверное, блок. Я хотел бы, тем не менее, спасибо вам большое, к Алексею Анатольевичу Терриганову обратиться, Национальный парк Угра, я знаю, что у вас есть тоже, так сказать, практики работы и с туристами, и с реализацией различных проектов, пожалуйста, вам слово, в связи с тем, что мы обсуждаем, как у вас эта работа налажена? Добрый день, да, территория Национального парка, я немножечко так это введу в курс дела, расположена в центре Центральной России, фактически, это в шаговой доступности от Москвы, 130 километров по Варшавскому шоссе, территория Национального парка составляет почти 100 тысяч гектаров, она пересекает Калужскую область наискосок, как бы образуя зеленый, как называемый, так называемый, зеленый пояс Калужской области, вот здесь представлено, мы сейчас активно развиваем экологический туризм, причем как раз делаем акценты на рыбалку, охот у нас нет, охота у нас запрещена была с самого самоорганизации Национального парка, то есть и как раз на фотоохоту, ну вот здесь есть небольшие цифры, это количество посетителей Национального парка, количество туристов, посетивших за последние три года, то есть видна тенденция роста посетителей Национального парка, и именно если также по цифрам, то 15% площади территории Национального парка это водная гладь, то есть это реки, река Угра, которая дала название Национального парку и река Житра, они как бы являются артериями нашего Национального парка и осью всей ее территории, вот эти два больших кластерных участка, это вот если брать северный, то это по реке Угра и южный. Что вы там делаете? Я не буду основные наши достопримечательности, то есть у нас по всей территории равномерно сейчас идет расположение экологических троп, гостиниц, автокемпингов, музеев, визит-центров, но сейчас по нашему мнению все равно это еще развито очень слабо, то есть мы наращиваем темпы развития, потому что для привлечения туристов по нашему мнению нужна в первую очередь инфраструктура, нужна инфраструктура национального парка, несмотря на то, что мы в Центральной России располагаемся, мы полностью пересечены со всех направлений автомобильными дорогами с хорошим покрытием, это вообще очень хорошо, но и также есть свои минусы, очень большие доступности к охраняемым территориям. У нас в территории национального парка включены 64 населенных пункта, они в границах населенных, и в нашей заинтересованности привлечения местных жителей этих 64 населенных пунктов. Они у вас работают? Вы их привлекаете, конечно, привлекаем, работаем, у нас и волонтерами они работают, штатными сотрудниками, конечно, мало, но есть, но у нас большинство инспекторов также из наших населенных пунктов. У вас рыбалка организована, правильно? Да, в первую очередь рыбалка, потому что охота у нас запрещена, полностью запрещена. Сколько приезжает к вам людей на рыбалку? в этом году именно конкретно на рыбалку у нас нет прямой цифры именно конкретно с целью рыбалки. У нас идет общая цифра это 39 тысяч туристов, из них с целью рыбалки нас упущает порядка 70%, потому что вся туристическая инфраструктура на берегах рек. Это местные или приезжие? Нет, конечно, местные составляют порядка 60% местные. Мы никуда не можем деться, у нас большие районные центры расположены просто по берегам. Скажите, пожалуйста, действительно, это с чем я сталкивался тоже, что проблема нас парков она заключается как обычно в недостаточном финансировании, и поэтому вот такая деятельность по факту наверное по идее должна в том числе давать вам развиваться. Вот какая сейчас ситуация? Вы развиваете вот эти проекты по рыбалке, у вас даже гостиница и так далее. Насколько это дает вам возможность развития внутри нас парков? Мы полностью развиваем как раз свой туризм. Мы как раз подали заявку как раз на национальный проект экология подали заявку именно в развитие мы внедряем новые технологии в развитие туризма привлекаем партнеров наших соответственно вот он здесь присутствует он тоже хотел пару слов сказать в развитии мы вводим кластерный подход в развитие туризма вам хватает этих денег? Нет конечно какой у вас оборот? У нас оборот доход от туризма порядка трех миллионов рублей трех миллионов в год а бюджет? Бюджет? Сколько вам нужно на содержание нас парк? Миллионов двадцать ну где-то около двадцати пяти по тридцать в районе тридцати миллионов Нет подождите можно сейчас секунду или вы там за финансы отвечаете я так понимаю 25 миллионов Вы мне ответите такой вопрос это очень будет интересно вот что значит разница какая значит 3 миллиона вы получаете 25 вам нужно у вас есть план есть ли потенциал для того чтобы как минимум нацпарк себя бы окупал и позволял развиваться есть или нет да есть конечно у нас есть проект который как раз Дмитрий хотел вам немножечко кратко охарактеризовать представить проект именно привлечения соответственно и бизнеса к нам проект это хорошо вы скажите тогда что вот в законодательстве вам все хватает для того чтобы развиваться или что-то не хватает вы что-то хотите сделать но не можете помимо охоты нацпарк с точки зрения проблематике уважаемые коллеги разрешите я разрешите я возьму просто слово так как вопрос подошел непосредственно уже к реализации а он уже нажат да уже вроде бы нажат коротко ответьте на вопрос что вам нужно в основной вопрос правильно вы сказали чуть раньше потому что этот эти проекты они у нас развиваются наверное действительно вопреки нежели по каким-то другим причинам что мешает и мешает здесь конечно следующее то есть мы являемся партнерами национального парка и пришли как раз в нацпарк именно с целью создания единой как раз инфраструктуры для отдыха на природе будем ее называть неделя на рыбалку кемпинги и что-то остальное то есть есть такое понятие отдых на природе и в отдельных странах всем известных это выделено вообще в отдельный сегмент в отдельную отраслевую единицу вот поэтому значит мы со своей стороны начав общаться как раз и начав разрабатывать проект как раз сталкиваемся с тем что кстати вот мы помогали очень активно помогали упаковывать проект для участия в национальном проекте что мешает а что мешает а что мешает конечно же отсутствие четкого закона во-первых мешает отсутствие стандартов первое это отсутствие стандартов размещения второе соответственно отсутствие четких механизмов в которых обозначены особо охраняемые природные территории в части законодательства о государственном частном партнерстве и концессии. В рамках природной пользы. Мы ничего не можем в принципе делать, парк ничего не может нам сдать в аренду, потому что не является, собственно говоря, владельцем, он только является организацией, которая сохраняет и, грубо говоря, обеспечивает деятельность. Со своей стороны мы как коммерческая структура, то есть я хочу сказать следующее, что здесь очень большой потенциал. Просто в рамках одного из наших проектов сторонник мы разрабатывали собственную кемпинг-площадку, то есть столкнувшись с тем, что нет стандартов вообще, а если сравнивать, например, с той же самой Европой, есть выставка в Дюссельдорфе, например, то есть есть такой караванинг. Объем индустрии караванинга вообще и товаров для отдыха на природе, для туризма по Европе больше 30 миллиардов, по-моему, а в Штатах он еще выше. Поэтому у нас есть сумасшедшая перспектива. Нам нужно только чуть-чуть помочь в плане законодательных инициатив, в части определения просто единой программы, наверное, развития отдыха на природе и, в частности, на особо охраняемых природных территориях. И создать условия для того, чтобы все участники процесса, как государственные, так и коммерческие организации, так и отраслевые организации говорили об одном на одном языке и просто помогали друг другу. Понятно. Спасибо большое. Но то, что Вы сказали, очень важно, и мне кажется, что это следует нам все-таки рассмотреть, хотя я думаю, что Татьяна Сергеевна будет сейчас возражать по этому вопросу. Это вопрос, связанный с государственным частным партнерством в области природопользования. Потому что у нас единственный вид соглашений, который есть в перечне государственного частного партнерства, это охотно-хозяйственное соглашение, и ни одного пока еще охотно-хозяйственного соглашения не заключено в формате государственного частного партнерства. Значит, нам нужно двигаться, хотя я убежден, что государственное частное партнерство в этом случае нам даст возможность прописать в том числе детально требования и условия, что можно, что нельзя и так далее, и так далее. Я не буду возражать, если все будут травмы условиями. Да, абсолютно верно. Хорошо, спасибо. И то, что Владимир Вячеславович уже нам сегодня... Он тоже убежал. Нет, вот он. Сказал, мне кажется, очень важно. Это то, что должен формироваться некий спрос. Об этом должны знать. То, что Россия большая, здесь много медведей, это знает, наверное, каждый человек, который рождается в мире по сказкам и так далее. Но насколько действительно это здорово, насколько это хорошо, и какие возможности, мне кажется, что это тоже очень важно. У нас есть очень хороший опыт. Я, Александр Валерьевич Мерзлову, хотел попросить выступить. Президент Ассоциации самых красивых деревень России. Дело в том, что вот буквально я попросил именно об опыте взаимодействия, взаимодействия, в том числе и в рамках международного сотрудничества, потому что Ассоциации самых красивых деревень – это проект все-таки международный. И спасибо вам большое. Я с удовольствием видел вот эти каталоги, которые вы привозили. Огромные, действительно, любой человек может увидеть, в какой стране есть самая прекрасная деревня. И у нас, насколько я понимаю, опыт. Первая деревня сейчас уже жалуется, что слишком много туристов в нашей стране. Пожалуйста, вам слово. Отважаемые друзья, спасибо за приглашение. Я хочу сказать, что абсолютное большинство рыбаков и охотников едут не только и даже не столько ради рекордных трофеев и уловов, а сколько сменить обстановку, пообщаться на природе с друзьями, хорошо поесть и попить, узнать что-то новое и интересное о местных обычаях и традициях. Потому что мы хотим комплексного турпродукта. И это совершенно естественные человеческие потребности, которые лучше всего можно удовлетворить в наших самых красивых деревнях. Потому что в любом сельском населенном пункте охотники и рыбаки, как правило, находят места отдыха, жизнеобеспечения. Например, покупают продовольствие, ГСМ. Это пункты первичной переработки, вот таких трофеев, которые рыбу, дичью они перерабатывают. В конце концов, это пункты безопасности. Потому что ФАПы, милиция, пожарные, все это там находится. И это очень важно, порой бывает. А самая красивая деревня России еще дополнительно привлекает своей самобытной архитектурой, укладами, гастрономией и пейзажами. Александр Ильич, я вот, знаете, хотел, чтобы вы акцентировали внимание именно на взаимодействии, именно по привлечению туристов. Вот это вот очень важно. Наша ассоциация объединяет преимущественно деревни и сел. У нас есть также два маленьких городка, которые обладают выдающимися такими сельскими культурными природным наследиями. И население стремится использовать вот это наследие для создания новых рабочих мест через развитие природоориентированного и культурного туризма. Изначально это была французская идея, вот вы видите все ассоциации, которые там, значит, уже присутствуют. Вот мы в 2014 году стали наблюдателем и в этом году стали ассоциированным членом. После нас Швейцария, сейчас Китай. То есть это такой хорошо развивающийся бренд, в рамках которого у нас идет обмен. Допустим, в этом году мы ездили в Генеральную ассамблею во Франции, изучали политику сельского развития. И вот обратили внимание, что во всех странах рыбаки-охотники, как вот говорили, что это очень мощная фактически армия, там, сказать, сорока, вот миллиона, они играют колоссальную роль в политике сельского развития. И у нас сейчас в России будет приниматься новая программа устойчивого развития сельских территорий. Причем сельские территории, это не сельскохозяйственные, они включают и лес, и воду. И очень было бы хорошо, чтобы мы ушли от пуска отраслевого подхода, который не удался, так сказать, нашему метельхозу, потому что соцразвитие на селе только хуже и хуже. И чтобы вот охотников и рыболов привлечь, так сказать, в этот момент, мы могли бы вам, так сказать, передать определенный, так сказать, материал. Я просто еще по сместительству, ругали центру с той же сельских территорий и Тимирязики, поэтому извините, значит... Без сельских территорий никак. Да, да, да. Потому что охота и происходит, прежде всего, на сельских территориях. Как, Александр Валерьевич, скажите, пожалуйста... Хозяйство там располнено. И охотничьи, конечно. Александр Валерьевич, скажите, пожалуйста, вот. Вот каким образом налажено то, что... Какие стандарты есть, это все понятно. Вот меня больше всего волнует вот, что... Каким образом налажена работа международная по обмену и по информированию вот в рамках вот этой сети, да? Вот вы, например, номинируете те же самые... Лой, самые красивые деревни там в России. Как о них узнают те же самые французы? Ага. Ну, у нас есть, так сказать, общие сайты. Есть сайты, так сказать, федерации. Мы работаем, допустим, очень много с ВГТРК, которые с удовольствием вот для нашего туризма вот развивают. И с туроператорами, так сказать, естественно. Вот, ну, вот, допустим, сейчас вот мы организуем тур вот как раз по четырем самым красивым деревням в Архангельской области. Вот, допустим, вот деревня Кимжа. Это самая северная всей федерации самых красивых деревень мира, так сказать, вот деревня. Вот это полярный круг. Вот многие думают, что полярный круг – это мишки и льды. А там, видите, самые северные в мире ветряные мельницы. То есть там есть сельское хозяйство. Там вот минус 54 было, так сказать, вот туристов принимали. То есть прием должен быть теплый во всех отношениях. Сами, так сказать, понимаете. Даже приемы с 54. Они одновременно местные… Вот есть такой парадокс. То есть есть все условия для развития туризма. Там и сёмга, и охота, и рыбалка. И в другой… Потому что это поморы. Вот фильм, наверное, многие видели «Счастливые люди» о поморах. Вот это вот наши люди, вот наша деревня. Вот, собственно, они. Да, да, да. Очень хороший фильм. Но я вам хочу сказать, при этом местные жители браконьерят. С одной стороны. А с другой стороны, вот волки и медведи буквально атакуют вот эти деревни. Вот опять сейчас вот съели всех собак. Вот. Это большая проблема. Понимаете? В том числе, сказать, безопасности. И вот глава сельской администрации, сам охотник. Сам охотник, вот он там буквально просто отбивается. Вот он не ходит на работу, вот он там грауливает этих медведей. Понимаете? Это можно было прекрасно организовать. Но вот загнодательные, скажем, моменты, которые мы сейчас обсуждали, не всегда нам позволяют. Только что вот мы, кстати, вот при поддержке краеведов при Афгарии и нашего, в том числе, вот уважаемого, сказать, модератора, вернулись из очередной экспедиции вокруг Байкала, где мы пытаемся организовать тур де Байкал самых красивых деревень. И вот у нас есть уже несколько деревень в Бурятии. Это старообрядческие деревни, в том числе есть деревни, значит, ломаистские. И вот только что мы отобрали новую деревню, она как раз в тему. Это Хор Тагна, уже Иркутская область. Это такая типичная удаленная деревня, куда простой турист вряд ли приедет. Но охотники и рыболовы туда едут с большим удовольствием. А вот, Александр Ильич, так как у нас немножко уже время поджимает, хотелось бы узнать вот что. Вот понятно, что номинирование вот такой деревни, вернее, ее инаугурация, она, так сказать, приводит к большому притоку туристов. Вот возможно ли, на ваш взгляд, развитие на базе вот такой вот сети, которая есть у вас, вы ее создаете, в том числе, и, так сказать, наладить взаимодействие с теми же самыми охотхозяйствами, с теми же самыми рыбопромысловыми участками, или кто там сейчас будет, да, и так далее. Вот, и насколько вы думаете, что это будет пользоваться спросом среди вот той аудитории, которая работает с вами? Вот, это вполне, сказать, возможно, это уже делается. Я хочу сказать, что, в принципе, почти все главы наших вот деревень, сами охотники и рыболовы, и организуют эти туры, поэтому милости просим всех. Но вот важны очень стандарты. Вот, в частности, допустим, мы хорошо работаем с другой международной ассоциацией, федерацией крестьянское гостеприимство, которая сертифицирует места размещения туристов, причем не просто гостевые дома, а вот есть охотничьи заимки, рыбацкие домики, вот юрты в данном случае, местную гастрономию, включая там дикоросов, рыбу, там, дичь. И это дает новую узнаваемость, понимаете? Ну, то есть люди, которые едут, они должны знать, что их будет. Конечно, конечно. Александр Ильич, спасибо вам большое. Я вынужден прервать. Значит, на самом деле, вот это такой опыт, мне кажется, его нужно распространять и в том числе на сферу охотничью, и как раз к вопросу, может быть, это альтернатива тем самым агентам, которые сейчас... Да, ну, это тоже один из каналов привлечения, так сказать, туристов. Коллеги, я действительно, вот мы сейчас поговорили с вами, пласт, ну, неимоверный, да, ну, просто неимоверный. И вот так поднять его сразу невозможно. Я очень рад, что здесь присутствуют коридии из министерств и послушали, я надеюсь, что вы расскажете и своему руководству, плюс мы материалы, конечно же, дадим все. Потому что понятно, что на уровне Государственной Думы реализовать подобные проекты – это невозможно. Мы можем, мы отвечаем за законодательство, мы можем обеспечить законодательное какое-то сопровождение и убрать те какие-то барьеры, которые есть. Но правительство в этом плане всегда является активным участником законотворческого процесса. Поэтому здесь нам нужна очень поддержка правительства. И я очень надеюсь, что в рамках вот сейчас обсуждений, в том числе и проектов национальных, это будет хоть как-то услышано. Пока надо сказать, что то, что есть в национальных проектах, те целевые показатели, они, как вы видите, вот сейчас они абсолютно не в полной мере так мягко отражают те потребности, те задачи, те, главное, возможности, которые у нас есть. Мы идем чаще всего по каким-то вот проторенным путем, да, у нас появилось прекрасное слово «экотуризм», мы, так сказать, его развиваем, особо не понимая, что это такое на самом деле. Поэтому здесь давайте вот совместно работать. Я хотел попросить Николая Сергеевича, там какие-то выводы тоже подвести итог. Пожалуйста, Николай Сергеевич. Спасибо большое, Николай Петрович. Во-первых, огромное спасибо за то, что тема поднята на столь высокий уровень, она действительно назрела. Я бы не хотел останавливаться и повторять то, что уже было сказано, но все-таки точно так же на рабочей группе, которая существует и к работе, в которой я всех присутствующих в зале приглашаю, это при Комитете по экологии и охране окружающей среды, выработка изменений к закону, в том числе и об особо охраняемых территориях. Точно так же те проблемы, которые были здесь подняты и в рамках государственно-частного партнерства, многие вопросы пересекаются абсолютно с сегодняшней темой. И экологический туризм, определения которого сегодня нет, это тоже работа, которую предстоит сделать. Не удивляйтесь, пожалуйста, что мы, охотники, являемся прямыми и самыми заинтересованными людьми в том, чтобы животных было как можно больше. Я абсолютно подтверждаю, что охотничье сообщество мировое во многих странах практически возродило из небытия многие виды животных, которые сегодня не являются краснокнижными, они являются охотничьими. В том числе, да, в мире существует практика охоты и на краснокнижных, редких видов охраняемых, но Россия на сегодня к этому, конечно, не готова, потому что у нас не созданы даже предпосылки того, чтобы таким образом, тем более, стимулировать еще и развитие и направление, что самое главное, этих денег, потому что бюджетное правило, как мы уже отмечали, присутствующее, оно не позволяет окрашивать деньги и направлять их на конкретные программы. В том числе, что я хотел бы отметить, в нацпроект экологии, если я обращаюсь к представителям от Министерства природных ресурсов, я скажу, что охране животных там практически не уделено, условно скажу, в отношении тех денег, которые выделяются на охрану животного мира, это в районе статистической погрешности. Сегодня многие особо охраняемые территории, имея законодательное разрешение пускать к себе посетителей за деньги, фактически не имеют такой возможности, по той простой причине, что они не имеют никакого, хоть сколько-нибудь нормального финансирования, не говоря уже ни от субъектов, ни тем более федерального бюджета, если речь идет о федеральных, о оптах. Поэтому, соответственно, они приглашать этих посетителей не могут, инфраструктуру строить не могут, кстати, здесь тоже есть проблемы по постройке этой инфраструктуры, у нас сегодня хозяйственная деятельность, ну и кое-какая другая запрещает напрямую закон, это вот к вопросу о нацпарках, там тоже с особой осторожностью, и наша рабочая группа тоже собирается над этим поработать обязательно. Совершенно согласен с Татьяной Сергеевной в части, что все стороны, в данном случае, если речь идет о ГЧП, должны быть удовлетворены, это раз. Второе, у нас, к сожалению, коллеги, не звучали темы, я ждал их от рыбаков, ну, по крайней мере, предложений в отношении торговли сетками китайского и другого производства, сегодня у нас может их купить любой человек, за это ответственности практически никакой, без лицензии, приходи, покупай сколько хочешь, оставляй в водоеме, все это гниет, стоит три копейки. В том числе, преследование по закону, электроудочников предполагает, ну, максимум, если это административная ответственность, мы, помните, да, за браконьерство теперь ввели и уголовную статью у нас до пяти лет, но в том числе, все-таки, они, доказательная база вреда электроудочки сегодня отсутствует, и когда мы разговаривали с коллегами из министерства, это первое возражение, которое мы получили, тем не менее, это огромная проблема, она существует, потому что электроудочка выбивает не просто рыбу, она выбивает зоопланктон, который питается рыбой, ну, это биоциноз практически, там выжженная пустыня образуется в районе многих квадратных метров, даже сотен, если он проплыл с этой электроудочкой. Дальше, немаловажный момент, он звучал по поводу медведей и волков, охота, ну, так как мы сегодня уже, в общем, друг другу смело говорим глаза, все-таки медведи сегодня, численность медведей в России возросла настолько, что этот вид давным-давно, хотя бы на какое-то время должен вывести, быть выведен из лицензионных видов, или, по крайней мере, охота на этот вид должна вестись круглогодично, я понимаю, я представляю, что сейчас экологи в моем отношении скажут, я понимаю, но медведь выжирает поголовье лосят, косулят, он сегодня идет в деревне, если не урожай шишки, это люди, и смертельные случаи, причем они не входят в статистику, во многую которую сегодня откровенно замалчивают. Касательно волков, то же самое, у нас в Советском Союзе активно использовались яды, эти яды ест, в том числе, и натовидная собака, наносящая огромный ущерб, в том числе и леса, и мы сегодня, опять же, этого сделать не можем. У нас волки, сегодня также заходят в деревню, едят собак, в общем-то, их численность, а организация охоты на волка, это очень трудоемкое занятие, и, в принципе, мы должны, наконец, понять, что определенное регулирование численности волка, с помощью, в том числе, ядов, оно должно, хотя бы на какое-то время, это, опять же, мои слова адресованы к Министерству природных ресурсов, оно должно быть все-таки хоть на время возобновлено. Я говорю о том, о чем просто мы сегодня не упомянули, хотя я во многом поддерживаю высказавшихся коллег. Спасибо огромное. Еще раз напоминаю, приглашаю всех, кто здесь присутствует, к работе нашей рабочей группы по выработке изменений к законодательству. Особо охраняемые территории, эта рабочая группа существует, записывайтесь, всех ждем. Спасибо. Спасибо большое, Николай Сергеевич. Я хочу, вы знаете, завершая наше сегодняшнее мероприятие, во-первых, я хочу извиниться. Прежде всего, перед теми, кому не удалось сегодня высказаться, потому что таких людей много, которые записались, я думаю, что, сделав такой вот обзор этой темы сегодня, да, мы, конечно же, должны более детально уже подходить к разработке законодательства по отдельным направлениям, хотя, несомненно, все, что было сегодня сказано, имеет определенные общие черты, и надо это, так сказать, понимать. Конечно, нужно, очень важно, мне кажется, это позиция правительства на сегодняшний день, потому что я, вот у нас в комитете и охота, и рыбалка, каждый раз, когда речь идет о вот таких вот, так сказать, животрепещущих вопросах, народ начинает распаляться и уже начинает говорить, и вот о своем, о чем-то таком вот, то, что нагорело, наболело, это всегда так, и мы вот в национальном лесном форме когда, это очень хорошо, но нам нужно смотреть еще с позиции комплексного развития вот всей отрасли, и здесь, в общем-то, очень важен такой вот комплексный подход, в том числе и правительство. Коллеги, я хотел всех поблагодарить. Мы, несомненно, все те и выводы, которые сегодня прозвучали, и предложения, мы их суммируем и направим обязательно и в правительство, и ответственным, так сказать, чиновникам, и, я думаю, предоставим, конечно же, в комитеты Государственной Думы и в Совет Федерации для того, чтобы мы каким-то образом все-таки сдвинули с мертвой точки эту тему. Мне кажется, вот первым таким движением может быть это все-таки то, что вот такая деятельность и такое, она должна быть все-таки каким-то образом хоть отражена в том числе в национальных проектах. К сожалению, мы живем в системе государственной, если цель не будет поставлена, то и никто не будет заниматься. Поэтому, да, поэтому вот я считаю, что это основная такая, вот сейчас задача минимум, чтобы задачи, которые сегодня прозвучали, они были отражены в том числе в государственных документах. Коллеги, спасибо большое. Вернемся обязательно к этой теме. Продолжение следует...